Вот профиль, сейчас он закодирован, x1, y3, z2, который дает частоту, достаточно близкую к средней геометрической частоте. Если, соответственно, провести такую перекодировку и заново запустить лог-линея анализ, то мы получим возможность интерпретации и ту, которую дает SPSS, если нам интересно именно сравнивать с какой-то конкретной контрольной группой. И ту, которую дает классическая трактовка, когда мы сравниваем не с отдельной контрольной группой, а мы сравниваем с усредненной ситуацией, которая имела бы место при отсутствии связи. То есть классическая трактовка более широкая. Допустим, сейчас при нынешней трактовке мы все время ограничены контрольной группой. Мы сравниваем влияние, допустим, x1, y1 в контексте z3, z3, точнее z5. Почему? Потому что мы сравниваем две группы. x1, y1, z5 – первая группа, первый профиль. Второй профиль – x1, y1, x3, y3, z5. То есть сравниваем вот этот профиль с вот этим профилем, контрольным профилем. Все время, оставаясь, получается, в рамках чего-то, относящегося к контрольной группе. То есть да, наши коэффициенты незначимы, но они незначимы, большинство, только в сравнении вот каждый из интересующих нас групп с контрольной группой, а не с ситуацией в среднем. Поменяв контрольную группу, мы можем серьезно изменить и значение, и значимость наших эффектов. И трактовка будет более широкая. Больше выводов можно сделать из такой трактовки. Поэтому я призываю делать контрольной группой, кодировать так, чтобы контрольной группой становилась та группа, частота которой близка к среднегеометрической, по выборке, по всем профилям, включая и нулевые, то есть которые не встречаются. Спасибо за внимание.